Лето традиционно у коммунальщиков это сезон ремонта коммуникаций. В итоге постоянные раскопки на городских улицах, перекрытые дороги, пробки и масса других неудобств. Этот сезон не исключение. В первую очередь жители областного центра радует компания «Тверская генерация». Наша съемочная группа посетила наиболее проблемные объекты. Раскопанная Тверской генерацией теплотрасса среди дороги в самом центре областной столицы уже никого не удивляет. Но, тем не менее, каждый раз ставят в тупик. В прямом смысле этого слова – автомобилистов. Натыкаясь на знак «Проезд запрещен» и бесконечные желтые ограждения, водители вынуждены ехать в объезд. Но в этом году и обходные пути оказались тернистые. Ситуация здесь, как в старой русской поговорке. Локоть близко, а не укусишь. То же самое можно сказать и о Тверском проспекте. До него всего несколько сотен метров, но просто так на него не попадешь. По бульвару Родишево проехать невозможно. Перекрыто и перекопано. Нужно ехать в объезд. Но прямо тоже не проедешь. Улица Дементьево перекрыта. Висит кирпич. Так что приходится объезжать по соседним улицам. Но и до них просто так не добраться. Приходится делать крюк через Смоленский переулок или же Советскую. Перекрытие бульвара Родишево добавило проблем и коммерсантам, чьи торговые точки там расположены. Службы доставки товар не привозят, а приносят. Останавливаются на Дементьево и дальше пешком до места назначения. У нас там пункт выдачи находится. Очень тяжело. Особенно если крупная бытовая техника, до туда очень проблематично добраться. Таскать приходится? Ну, конечно. Однако жители Твери в массе своей хоть и ругаются, но смирились с неудобствами. Вечером в час пик, конечно же, случаются небольшие заторы. Сократилось количество парковочных мест. Ну, тоже, с другой стороны, надо же понять, что ради нас всё это делается не просто так. Поэтому, ну, какое-то время потерпеть. Не меньше претензий к Тверской генерации и у жителей улицы Докучаева в Заволжском районе. Это ещё один масштабный ремонт. Раскопали сетуют горожане от забора до забора, причём в нескольких метрах. Трубы парят уже больше недели. Проезд, опять же, перекрыт. Здесь нужно быть крайне осторожными, не оставлять без присмотра детей и не выпускать на самовыгул животных. И есть риски оказаться в яме с оголённой теплотрацией. Безусловно, жители районов, где идёт масштабный ремонт, задаются вопросом. Почему столько много разрытий? И когда их уже закопают? В Тверской генерации отметили, что трубы на Дементьево проложены в середине 60-х годов. Они, конечно, модернизировались, но отремонтировать всё сразу нет возможности. Работа производится частями. Последний раз, вот в 2018 году, там часть трубопровода была заменена. Поэтому вот в этом году проводили гидравлические испытания на этом участке. И всего выявлено там 9 повреждений на этих участках. Часть уже, конечно, устранили. Но последние испытания проводили вчера. Надавили, подняли давление, но в трёх местах обнаружили повреждения. Для того, чтобы их устранить, приходится раскапывать, скрывать теплотрассы и заниматься устранением. В течение недели работы на Дементьево планируется завершить. К сожалению, разводят руками коммунальщики. Никаких других способов подобраться к трубам нет. Но до Гучаева та же история. Трассу проложили в 70-х и пришла пора менять. Технологии та же, по частям. Там работы тоже планируют завершить в ближайшее время.